В историко-культурном центре состоялся творческий вечер Вячеслава Гаевского, на котором автор впервые представил собственные песни. Зал был полон гостей и друзей исполнителя, которые с удовольствием пришли, чтобы послушать и поддержать. Играл, проигрывал. Я слышала его песни. Вот сейчас я надеюсь, я познакомлюсь более подробно. Первая песня Вячеслава Гаевского была написана еще в студенческие годы. После репертуар стал значительно пополняться. Последние песни, как делится автор, были написаны буквально несколько месяцев назад. Вдохновение он берет в своих друзьях и близких людях, которые заряжают его хорошим настроением. У всех по-разному. Я так думаю, что у всех по-разному возникают и песни, и стихи. Мне даже иногда трудно объяснить, как появлялись эти песни. В подготовке вечера Вячеславу Гаевскому помогали его друзья. Аранжировку песен сделал композитор Рашид Велиев. Некоторые песни автор исполнил сам, другие доверил профессиональным вокалистам. Одним из них стал Владимир Кабанов, который говорит, что знает Вячеслава Гаевского давно, и многие песни для него стали близки. Я никогда не пил таких песен. У нас с оркестром русских народных инструментов романс, русские народные песни, советские песни, ареизопер. А здесь современная тематика. Для меня какое-то открытие. Это первый мой такой опыт. Помимо песен, зрители увидели слайд-шоу, задавший настроение вечеру, и услышали стихи автора, посвященные детству и любимому городу. Смученные годами, проклятыми войны, сюда стекались люди надеждами полны. Вячеслав Гаевский наделен разными талантами. Год назад он провел фотовыставку своих работ. Некоторые из них можно было увидеть и на творческом вечере. Говорят, талантливый человек талантлив во всем. И это тот самый случай. Татьяна Брылова, Александр Столяров, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно ТВ.